Берёшь этот суп-стакан и идёшь, ешь и пьёшь сразу. То есть мы экономим время очень сильно. И оранжевый цвет, кстати, ещё очень интересует людей, таких инноваторов, которые постоянно что-то новое ищут. И люди, которые любят оранжевый цвет, это люди, которые даже не видят чаще конкуренцию. То есть они развиваются в какой-то своей собственной мечте, в каком-то своём направлении. Чаще предпочитается экстравертными личностями и теми, кто с конкуренцию более ярким, энергичным впечатлением. Собственно, инновации. То есть вы понимаете, что там исследований было сильно больше, когда я принимала решение, какой цвет рекомендовать. Их было сильно больше, но сейчас я выделяю те, которые максимально точно вам подчеркнут. Следующее – это цвет самого продукта. Естественно, как вы понимаете, суп-стакан, кафе имеет не только супы в продаже. И, естественно, все эти супы разного вкуса. Соответственно, нужно понимать, какого цвета тот самый суп-стакан будет. То есть у нас во всех элементах присутствовал оранжевый цвет. В упаковке или в одежде вы увидите. Но цвет продукта был разного цвета. Кстати, разные десерты были и разные цены. Например, жёлтый, коричнево-жёлтый, охровый, бежевый ассоциируются со сладким или приятным вкусом. То есть, смотрите, были научные исследования в большом количестве, которые доказали взаимосвязь чувства времени, взаимосвязь вкуса с цветом, взаимосвязь аромата с цветом. То есть это всё уже из изученной информатики. Изобретать велосипед там не надо. Третье – это уже цветовая гамма по всем диджитал-средств, которым мы занимаемся в продвижении. У нас здесь было выбрано несколько цветов. Во-первых, был добавлен цвет такой лавандовый. Это цвет целевой аудитории детей, некоторых подростков, взрослых людей. Но его очень мало для того, чтобы подчеркивать контраст. Все остальные цвета вызывали либо интерес, либо желание есть. Оранжевый цвет, он влияет на наш организм. У нас начинает выделяться желудочный сок, и мы просто физически хотим есть. Понимаете? И здесь, вот, например, я сегодня голодна, признаюсь честно. Я смотрю на это оранжевое, такая, блин, ну почему я не позавтракала перед вебинаром? Что произошло? Кстати, признайтесь, кто сейчас ещё голоден и тоже смотрит на эту еду, как на желание чуточку добавиться, добавиться. Да, блин, отлично. Следующая история – это кого, собственно, привлекает, и мы здесь начинаем с вами изучать. Он ассоциируется со средним ценовым сегментом, привлекает людей, ведущих активный образ жизни. Чаще экстраверты, то есть, соответственно, люди, которые попрутся в торговый центр, пойдут развлекаться, смотреть фильмы и так далее. И это тоже не пальцем в небо, это тоже изученная информация на данный момент. Кто-то успела. Класс. Дальше идёт четвёртый уровень работы с цветом. Это... Ой, ну куда ты? Мои пальчики сегодня валюются. Не успеваю вам что-то показать, а уже переубежала. Вернусь. Друзья, кто устал, потерпите чуточку. Сейчас будет чуть проще, чем в первом самом начале. Цветовые ассоциации логические, эмоционально-культурологические. Вот этот вот психический цвет, который мы с вами раньше рассмотрели. Это цвет фона, визуальное сопровождение интерьера, мерч и так далее. Должна сказать, что там дальше одежда, которую мы придумали, и ещё нет на картинках. Вы можете посмотреть чуть-чуть именно на сайте. У них на страничке в Инстаграме вы заметите, как они работают. Неконтролируемая реакция организма на цвет. Цветовые контрасты, акценты, кнопки. Здесь мы работаем и как раз уже и с социальными сетями, где постоянно есть контрасты, где присутствует много этого цвета. Мы работаем ли с рекламой, с вывесками, с интерьером непосредственно. Цветовой, цвет игровой, импульсивный. И именно оранжевый цвет, он как активный цвет считается даже...